Приветствую вас. Я сейчас хочу, чтобы вы постарались максимально правильно понять то, что я попытаюсь вам донести. В моем понимании, то, что вы говорите, предать человека, то, что вы, может быть, не хотите его предавать, но у вас есть в какой-то степени такое желание. На мой взгляд, это связано с тем, что вы чувствуете недугодворенность, недугодворенность, которая имеет место быть у вас с вашим мужем. И эта недугодворенность, она, как мне кажется, может свидетельствовать о том, с одной стороны, что вы явились, что вы стали другой, что вам уже не хватает того, что хватало раньше. То есть сейчас вы уже не та, кем были до этого. И, как мне кажется, это важный аспект, потому что, на мой взгляд, предательство это запрет, запрет в том числе самой себе на изменения, которые человеку происходит неизбежно на протяжении его жизни. И то, что вас сейчас пригласили на испытание, испытание говорит о том, что эти изменения, они стучатся в дверь, они уже наступили по сути. И мне кажется, что то, что вы можете сделать, это донести до мужа, что эти изменения произошли, донести до мужа, что изменения наступили, донести до мужа, что так, как раньше, возможно уже не будет. И посмотреть на то, как человек отреагирует на это. Если он отреагирует на это позитивно, если с вами захочет это менять, при том условии, что к вашему мужу у вас, условно говоря, остались не какие-то числа. Если это так, то вы можете, в принципе, остановиться на этом. Но если ситуация такова, что вам хочется чего-то больше, или к мужу пожелать, или к мужу пожелать, нет таких чувств, как и были раньше, например, что вы можете действовать по своему усмотрению. Единственный момент, на мой взгляд, важный момент заключается в том, чтобы вы не перекладывали ответственность за себя на нос за свои решения, за свои поступки. Вот решать, мне кажется, это совершенно очевидно вам, как совершенно очевидно, что нести... как совершенно очевидно, что отвечать за это, то есть отвечать за последствия будете тоже, увы, в любом случае. Если бы спросили меня, я бы сказал, что у вас есть проблемы в отношениях, я бы сказал, что у вас есть сложности в отношениях вопросов, в том, на мой взгляд, хотите ли вы их решать. То есть это далеко не морально. Вопросы, как можно сказать, на первый взгляд, это далеко не вопрос предательства и так далее. Ну тут может быть совершенно разные истории, разные понимания, разные мировоззрения и прочее. Здесь вопрос именно ваших чувств, того, что вам хочется и злой характер ваших взаимоотношений. Прямо как, если характер взаимоотношений у вас никакой, например, то и отношения будут сами. Скорее, никакие тоже. Вот. Когда так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok